Всем привет! Днепр на связи. 22 февраля, 13.16. Завершился недавно сигнал воздушной тревоги. Более двух часов он был. Все это время нагнетали. Писали, что взлетела российская авиация, именно два самолета Ту. Что они летят по направлению к пусковым рубежам. Затем сообщили, что они уже где-то над Крымом. И вроде как была имитация пуска в ракет. Но, опять же, ничего, нигде тихо. Сказали учения, дали отбои сигналов воздушной тревоги. Но сейчас хочется сказать не об этом, а хочется сказать о том, что продолжается геноцид украинского народа. Другими словами я назвать это не могу. Твари в погонах, которые смотрят, как те, кому они обещали служить и защищать, согласно Конституции, согласно законов ополиции. Они просто смотрят, как убивают их народ. По факту убивают, по факту кровь на руках ТЦКшников, кровь на руках тетушек, которые были наняты для их защиты. И кровь на руках полицейских, которые игнорируют свои прямые обязанности. Утро для одесситов началось не с кофе. Утро для одесситов началось с очередных облавий рейдов ТЦК в гражданском, да, в общественном транспорте. Если в первых случаях есть видео, видео вставлять не буду. Я думаю, кто-то пожелает, найдет. Они уже разлетелись в сети, как в украинском, так и в российском информпространстве. А YouTube за такие ролики сразу же начинает 18+, угрожать удалить канал. В общем, видимо, нельзя, запретили. Так что, два видео. Первое из них, это то, что мужчины, ну, мужчинами я их не назову, это тыловые крысы, твари. Пытаются зайти в троллейбус, где достаточно много мужчин. Мужчины дают им отпор. Чем-то кидаются, бросаются в одного из ТЦКшников. Кричат водителю закрывать двери и ехать. Там так отборная руганина, маты. И ТЦК отступили, они не стали дальше ломиться, поняли, что там мужчин нехилое количество, и они агрессивно настроены. Второе видео, это женщина. Женщина, которая выгоняет представителей ТЦК, или кто они такие, они же лица скрывают. Не поймешь, что это за чукмек, да, там скрывается. Что это за чушпан такой заходит. У него нет отличительных знаков никаких, лицо они скрывают. Камеры не боятся, кричат, не снимай, не снимай. А то разобью, а то отниму. Честному человеку, тем более сотруднику каких-то государственных органов, бояться нечего. Ведь он должен действовать в рамках конституции и законов, правильно? Чего же скрывать лицо? Так вот, эта женщина, она выгоняет этого ТЦКшника. Она на него орет. Она ему рассказывает, что у нее сын 27 лет, который находится уже там 8 лет на фронте. Да, 8 лет на фронте, говорит, и ты тут ходишь, тыловая крыса. Тут что-то бубу-бубут, а пошел ты к черту. Она там, где-то знакомых похоронили, то-се, а вы тут блукаете. Вот такие дела. Кое-где мужчины от себя отстояли. А еще одно видео, которое сейчас тщательно хотят удалить сети интернет, но уже поздно интернет все помнит. Одесса, мужика пихают в бусик, даже не бусик, а такое, но что-то непонятное. Пихают в автомобиль, он сопротивляется, ему начинают наносить удары. При этом рядом стоит полицейский, прямо на это смотрит, оператор, кто снимал, видимо, так он очень красивые кадры снял, когда человек кричит полицейский, полицейский, полиция, помогите, а полиция просто молча игнорит, закрывается дверь, мужик проживает стучать в автомобиле, полицейский смотрит, еще и что-то разговаривает с этим в пикселе, тот садится и увезает, увозят мужика, куда увозят? Вот, а хрен пойми куда, мужика увезли, почему не увозят Лысого из квартала, да, Кашевого, его почему-то не увозят, не увозят сыночков депутатов, которые каждую ночь блядюшники устраивают в ночных клубах, в том числе и нашего города, их почему-то не увозят, нельзя, а обычных мужиков можно, да, при этом он сейчас обыски проводит, Чернигов, по-моему, бывший глава врачебно-военной комиссии, в коробках, в картонных коробках почти миллион долларов обнаружили, это, я уверен, что малая часть того, сколько надавали взяток, и мужика запихали в бут, скажу, ну давай 200 баксов выпустим, потом привезут на военно-врачебную комиссию, там дай, там дай, военкому дай, бизнес, бизнес на крови, это кровь на ваших руках, на всех, кто причастен, в том числе на руках конкретно вот этого полицейского и всех остальных, кто забыл, кому они давали клятву, уроды. Уроды. Вот такие дела. Пишите свое мнение в комментариях. Мое мнение, что это полнейший беспредел. Страна абсолютно забила на все. Мне стыдно, что вот эти люди, которые гонят на геноцид мой народ, являются гражданами Украины. Стыд и срам. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.